Система обязательного социального медицинского страхования вошла в ежедневную жизнь казахстанцев. Благодаря этой системе увеличивается количество пациентов, получающих лечение широкого спектра, говорят врачи. Кроме того, за консультацией можно обратиться в любое время суток на единый колл-центр, говорят специалисты. Подробнее в следующем видеоматериале. Каждый гражданин, прикрепленный к системе социального медицинского страхования, может получить бесплатное лечение в поликлинике, за которой он прикреплен. Основной целью данной системы является улучшение качества и доступности медицинской помощи. В данный момент я нахожусь в системе обязательного медицинского страхования как самостоятельный платильщик. Я каждый месяц оплачиваю 2125 тенге. И за это я, вот в этом году я уже прошла очень много обследований по своим хроническим каким-то заболеваниям, анализы, обследования. То есть все это я прошла совершенно бесплатно по направлению. Я сейчас оплачиваю ЕСП с января месяца этого года. И знаете, это очень выгодно, потому что до этого я лечилась, оплачивала очень много анализов и тратила большую сумму денег. А сейчас для меня лично, как обычному человеку, выгодно ходить в поликлинику и получать бесплатные направления. На данный момент я уже получила такое дорогостоящее обследование, как МРТ. Постоянно я прохожу анализы. Кроме того, пациенты могут обратиться за консультацией в фонд социального медицинского страхования. Также круглосуточно действует служба поддержки. Это единый колл-центр по номеру 1406. Кроме того, есть мобильное приложение «Коллдау 24 на 7». У нас в поликлинике работает служба поддержки пациентов и внутренней экспертизы. Мы проверяем обследование, полноты охвата лечения, также в соответствии с лечением протоколом стандарта и предоставление медицинских услуг. Также занимаемся приемом обращения граждан и жалоб. В этом году с фондом социального медицинского страхования заключили договоры 46 медицинских организаций. Это улучшит качество и повысит конкурентоспособность медицинской помощи. Кроме того, жителям будет предоставлена возможность выбора медицинской помощи, говорят врачи. Как вы знаете, с внедрением системы ОСМС объем финансирования медицинских организаций только в этом году увеличился на 28% и составил более 120 миллиардов тенге. Хотелось бы сказать, что амбулаторно-поликлиническая помощь является фундаментом сегодняшнего здравоохранения, и поэтому он является одним из приоритетных направлений развития здравоохранения в целом. В целом, большая часть средств Фонда обязательного социального медицинского страхования направлена на сохранение здоровья детей и развитие сельской медицины, отмечают специалисты. Бақыт Гульказес Махпал Марат Казаиджан Макзумов, Телеканал Семей.